всем привет я безумно рада приветствовать вас в своем новом видео я ведь сижу такая радостная тут у меня новые моточки которые уже наполовину и связаны и я прям сижу в полном восторге чтобы вам показать как ложится новая пряжа которую я заказала себе на пробу и то что я удалила в алберсе озон не помогло мне не заказать пряжу когда мне когда я увидела что вышла какая-то новая и тем более я знала сразу на что я ее смогу использовать и мне прям уже хотелось я сразу же заказала ее ждала и несколько дней назад забрала только сейчас сажусь снимать потому что время появилось и вам обязательно сейчас покажу и расскажу свои ощущения и также покажу пряжу тэдди который я показывала в несколько видео назад предыдущих когда я ее заказывала там вообще не было мне кажется ни одного заказа и ни одного отзыва сейчас же когда заходишь на сайт в алберис там уже столько отзывов на эту пряжу я не знаю то ли кто-то в моем видео увидел и все начали как бы ну это как рождается кто-то где-то увидел и все и все начинают друг другом делиться но и я вам скажу отзывы тоже на эту пряжу разные у всех мне она понравилась в целом она мне понравилась я вижу маленькие брелочки и на для этих целей она мне прям вообще очень очень сильно подходит так сейчас я вам расскажу очень радостно интересная новость и только после этого мы с вами перейдем смотреть немножко поближе пряжу который я заказала я скажу какие цвета как она называется где я заказала тоже скажу я же до этого только на валберис оказывал чаще всего и на зон так и и и и и и наверное а и покажу вам еще в моих черепашках как выглядят цвета волан с вами банит вид вот потому что мне она безумно понравилась именно на панцире черепашкам и мне кажется будет прикольно смотреться вообще на любой черепашки я не только как бы свою черепашку а вообще на любой черепашки то что панцирь сразу красиво становится так буду держать в руках эти моточки потому что они такие мягкие обнимательны и хочется не хочется их выпускать так радостная и интересная новость для вас для тех у кого есть страничка вконтакте я приглашаю вас поучаствовать в розыгрыше мастер-классов я каждую неделю участвую в розыгрыше но там собирается большое количество мастериц вот и много разных мастер-классов но сейчас я вас приглашаю поучаствовать в моем розыгрыше в том плане что я буду сама разыгрывать свои мастер-классы я выбрала 55 мастер-классов которые буду разыгрывать и те к примеру если у вас уже есть все мои мастер-класса я знаю таких много то ничего страшно вы тоже можете участвовать и вдруг если рандомайзер вас выберет я вам с удовольствием подарю следующий свой мастер-класс когда он будет я не знаю и кто это будет я тоже не знаю но я думаю что вам все равно будет приятно суть розыгрыша провожу я его не одна проводим мы его вместе с тоней тоней наймановой я думаю что вы все знаете ну может не все но большинство тоже должны знать антонину найманову вы наверняка вяжется по ее мастер-классом подаете на ярмарках так вот мы с антониной устраиваем розыгрышах от нас двоих то есть мы два спонсора и мы же дарим мастер-классы будет пост на моей странице вконтакте в группе и на ее странице вконтакте в группе и так розыгрыш смотрите розыгрыш можно в нем поучаствовать и получить подарок либо от меня либо от антонины либо если вам супер мега повезет и вы супер мега удачливы то вам может выпасть и у меня в рандомайзере подарок и у антонина в рандомайзере подарок смотрите рассказываю будет пост на моей странице вконтакте он будет закреплен чтобы вы его не искали нужно будет его прочитать ознакомиться с условиями они супер мега простые я сейчас все расскажу вот и оставить комментарий под этим постом если вы хотите получить подарок от меня то вам нужно оставить комментарий под моим постом который будет закреплен в моей группе вконтакте и написать любой комментарий количество комментариев вообще не ограничено вы можете в день писать пять хоть десять комментариев на всем протяжении розыгрыша можете в этот день написать 5 в следующий там еще несколько и так каждый день писать комментарии вдруг именно вам повезет и сделать репост этой записи к себе на страничку и не удалять а до конца розыгрыша пожалуйста это очень важно и чтобы я розыгрыша узнали большее количество людей ну и чтобы у вас были какие-то условия чтобы можно было как-то проводить розыгрыш также вас будет обязательное условие подписаться на мою группу вконтакте я думаю что многие уже подписаны и подписаться на группу антонина я думаю что тоже многие знают многие подписаны если подписаны то можно будет подписаться так вот всего лишь два спонсора два классных мастера две прекрасные мастерицы девушки которые хотят вас порадовать и я безумно рада потому что я давно хотела провести розыгрыш именно вот знаете никогда много спонсоров часто вот именно от себя и вот тут так совпало что мы будем проводить вместе с антониной если вы хотите получить от антонины подарок мастер-класс ее у нас будет по 5 мастер-классов мы выбрали и на коллаже вот смотрите вы можете видеть мои мастер-классы которые можно выиграть мастер-классы которые антонина решила поучаствовать дать вам возможность поучаствовать в розыгрыше и выиграть их можно увидеть на ее страничке в группе вконтакте так вот если вы хотите мастер-класс подарок от антонины то вам нужно будет также зайти на ее страничку и оставить комментарий под нее постом и сделать репост ее записи то есть обобщаем смотрите независимо от того где вы хотите получить мастер-класс вам нужно быть подписан на меня и на антонину то есть на антонину и на меня все два спонсора две подписки но я думаю многие так подписаны группа если вы хотите в подарок мастер-класс от меня то вам нужно оставить комментарий у меня под записью и сделать репост моей записи если вы хотите подарок от антонины то вам нужно оставить на ее страничке вконтакте комментарий под ее постом и сделать репост ее записи я думаю что то на время в розыгрыше можно репостнуть две записи, подписаться на двух спонсоров, я думаю, на одного из них вы уже подписаны, раз вы мой зритель, и написать комментарии там и там, заходить просто каждый день, может быть, писать в разное время еще несколько комментариев. И я думаю, что кому-то из вас точно обязательно повезет, ведь мы будем разыгрывать по пять мастер-классов. Пять мастер-классов от меня и пять мастер-классов от Антонины. В общем, я не могу, я поделилась с вами этой супер-мега-крутой радостной новостью. Я оставлю под видео, в описании к видео, обязательно вам ссылку на мою группу ВКонтакте, и там будет закреплено сообщение с розыгрышем, самое первое, так что переходите, принимайте участие. Еще раз повторяю, что если вдруг у вас есть все мои мастер-классы, не переживайте, участвуйте, вам обязательно повезет, и если вдруг вам повезет, и у вас все есть, и я подарю вам следующий мастер-класс, как только он выйдет, вы мне сразу напишите. У меня уже были такие случаи, что выигрывали в розыгрыше девчонки, у которых уже были мои мастер-классы, причем все они покупают всегда, вяжут со мной всегда, очень это любят, и пишут Насте, я тут выиграла, а у меня есть все твои мастер-классы. Я говорю, здорово, значит, следующий вышедший мастер-класс будет ваш. Вот, таких несколько было девочек в розыгрыше, которые принимали участие в предыдущих, и я с удовольствием дарила следующий мастер-класс, поэтому участвуйте, не переживайте, что у вас уже все есть. Я думаю, что вам все равно будет приятно в следующий раз получить от меня, как только выйдет новый мастер-класс, когда у меня будет какая-то интересная задумка, вдохновение, вот, и получить от меня подарочек. Так что я вас приглашаю поучаствовать, не настаивая, не заставляя, вообще просто искренне от души хотим поделиться с вами мастер-классом. Конечно же, за какие-то условия. Условия простые, быть подписанными на наши группы и сделать репост записи для того, чтобы и мы могли и охваты поднять на эту запись, на наши группы, чтобы большее количество человек увидим. То есть все просто, все максимально просто, открыто. Вот, и оставляйте комментарии, участвуйте в розыгрыше, делайте репост, не забывайте подписываться. Также в посте будут все условия, вы сразу заново прочитаете пост, если, например, смотрите видео раньше, чем увидели пост о розыгрыше у меня в группе, то не забудьте, пожалуйста, прочитайте внимательно. И если какой-то вопрос есть, возникает, то напишите либо здесь в комментариях под видео, если вдруг какой-то вопрос я вам отвечу, либо в группу ВКонтакте в сообщения напишите, там я быстрее вам отвечу, потому что на личной страничке и в Телеграм у меня очень много сообщений, и я там редко читаю, потому что я там больше работаю по своим другим делам. Вот, поэтому, если что, какой-то вопрос по розыгрышу пишите здесь в комментариях или ВКонтакте. Смотрите, те, у кого нет ВКонтакте, я знаю, таких на меня тоже много подписано, не переживайте, в этот раз вы просто не сможете принять участие, но в мае, в мае я проведу розыгрыш еще один уже от себя, уже в честь своего дня рождения, и я приглашу вас, зрителей с YouTube тоже поучаствовать, и подумаю, где его провести так, чтобы могли поучаствовать те, у кого есть ВКонтакте, у кого нет ВКонтакте, в общем, чтобы все могли поучаствовать, и я рандомным образом выбрала. Наверное, я все-таки в Телеграм проведу, но это я вам уже попозже в мае об этом обязательно расскажу, потому что мне 27 мая будет 27, и помимо скидок на мои мастер-классы будут, также вот я проведу розыгрыш, поэтому можно будет и купить мастер-класс какой-то скидкой, если у вас не хватает какого-то моего мастер-класса, и вы очень хотели, и либо поучаствовать в розыгрыше. Вот. В общем, поделилась с вами этой крутой новостью, я прям радуюсь, не могу, мне безумно понравилась эта идея, вот, поэтому я вас приглашаю, и, в общем, участвуйте, и, надеюсь, именно вам повезет. А теперь пойдемте скорее смотреть вот эту пряжу. Я не могу, я уже держу в руках эти моточки, они у меня уже расплетаются, но я не могу, но такое, 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 так сильно приятно. Сначала я покажу эту пряжу, а потом покажу Тедди, потому что многие вяжут из Dolphin Baby, 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 вот, из чего-то такого, и это, конечно, пряжи от Гималая, и понятно, что она по мягкости по структуре будет примерно такая же, как Гималая Dolphin Baby. Вот. А Тедди, она совсем другая пряжа, но она тоже для меня приятная и тактильная, и вязать из нее тоже мне в удовольствие, я вот просто на нее сейчас смотрю, и также по метражу для меня она нормальная. Вот. Пойдемте, в общем, разглядывать вот эти моточки. Так. А куда пойдемте? Я просто вот так вот подъеду сейчас к вам и немножко развернусь, чтобы, чтобы, чтобы показать вам целые моточки, еще не распакованные. Тут в упаковочке уже нет одного цвета, точнее, нет одного моточка, потому что я его как раз использовала, и я вам сейчас покажу, что я из него вязала. Пряжа выглядит вот так. Вот так выглядит без... точнее, с упаковкой, новенькая, красивенькая. И также я вам сейчас уже покажу, я связала две игрушечки из нее, и когда я ее увидела, я сразу знала, что я буду вязать. Внимание! Это не реклама! Ну, реально, вообще, никаким образом не реклама, но... В общем, есть такой канал на YouTube, все вязанное. Его ведет Даша, и у нее есть потрясающий мастер-класс на ящерок. Я их купила в свое время, ну, какое-то время назад, и вязала ящерок, и также из Банни Твит вязала ящерок, тоже крутые получаются, и из обычных цветов. У меня их всех разобрали, чему я безумно рада. Вот, но схему я переделала, описание под себя, поэтому, если вдруг вам... Если вдруг вам захочется тоже купить ящерок, и вы увидите, например, его рекламу эту, которая не является рекламой в моем видео, то при покупке вы можете Даши написать, «Даша, я покупаю твой мастер-класс, буду вязать твой мастер-класс, но можно мне еще дополнение от Насти к Тось, пожалуйста?» И она вам с удовольствием пришлет. Мне девочка тоже вчера писала, «Настя, я хочу ящерок, где купить у тебя мастер-класс?» Я говорю, «Это не мой мастер-класс, я же не говорю, что это мой». Я везде говорю, что это мастер-класс Даши. Вот, я говорю, «Я вот тут покупала, но вяжу по своему описанию. Вы ей напишите, купите у нее мастер-класс, и она вам в дополнение, если что, вышла в мое описание». И девушка мне написала, вот я вам даже приложу скрин, потому что мне безумно приятно. Она говорит, я ей говорю, «Ну, может, и вам и Даши на описание понравится, потому что в целом они идентичны практически». Она говорит, «Нет, я люблю с вами вязать». Это было очень приятно, но я не стала, ну, бессмысленно делать мастер-класс на такую же игрушку, которая уже существует. Так, в общем, показываю. Цвет показываю, и из него, из этого цвета вот такая крутая ящерка получается. Я вяжу ее по своему описанию, но я напоминаю, что мастер-класс можно приобрести у Даши. Вконтакте, вконтакте все вязанное. Если вдруг вы не найдете, не найдете ее группы, или не найдете, как связаться, напишите под этим видео, либо в телеге мне напишите, я вам скину аккаунт Даши, вот, и вы сможете у нее приобрести. Если у вас нет вконтакте, вы тоже сможете приобрести. Вот, я вам дам ссылочку на нее в телеграм, можно ей там будет написать. Я думаю, она не откажет. В целом, вроде все нормально у нее с этим. Ну, в том плане, что можно приобрести не только у кого есть вконтакте. Вот, поэтому моя ящерка, вот она вот такая. Блин, я не могу, она такая крутая. Куда ее посадить? Такая прям. И я вам, кстати, еще здесь новость тоже расскажу. Такая вставочка между показом пряжи и игрушки из этой пряжи. Я очень-очень хочу купить себе домашнего питомца. Но этот питомец без шерсти, потому что шерсти пряжи... Ну, вот я спрашивала, у кого есть питомцы, говорят, что вроде нет на шерсти пряжи, на шерсти пряжи? Что ты сказала? На пряжи шерсти. На пряжи шерсти. Но я все-таки, не знаю, я вот когда в гостях бываю, у кого есть питомцы, я прихожу потом вся в шерсти просто. Мне это вообще не нравится. И я очень хочу питомца себе, домашнее животное, нового члена нашей семьи. В общем, потом как-нибудь вам покажу, но сделаю вам намек, что это будет что-то, что-то, что-то вот, что-то такое. Что-то вот такое интересное и без шерсти. В общем, очень-очень хочу. И прям... Прям загорелось. И думаю, что буду ухаживать и любить этого нового питомца. Когда куплю... Ой, когда приют... Ну, не могу... Не нравится мне слово куплю, а когда приютю... Приютчу... Как сказать? Как сказать? Да, не знаю. Приютчу... В общем, когда возьму под свою опеку малыша. Так, в общем, крутейшее... Вот, и круто-круто ложиться. Вязать в целом приятно. Сейчас вам тоже скажу про вязание. И вот такая она прям получается пятнистенькая. И даже можно уже на ней ничего не вышивать. Просто приклеить ей глазки. Вот, вышить улыбочку по желанию. И все. И у вас готова прикольная ящерка. В целом можно использовать еще для змеек. Тоже такие цвета. Я купила сразу три упаковки. зеленого. Три упаковки зеленого я заказала. Как хорошо, что я это сделала, потому что сейчас нет наличия этого зеленого там, где я покупала. Кстати, я покупала... Что-то... Что-то... Так, это не реклама. Снова вставка. Это не реклама. Ни в коем случае. Я покупала вот... Сейчас... Yarn King. Вот. Я не знаю, как зовут девушку, которая мне отвечала. Но, в общем, я покупала у них. В ВКонтакте я им написала. Говорю, мне можно вот это, вот это и вот эти три упаковки. Сразу же, как только у нее была поставка. Ну, в общем, как только она там заказала, и тысяча рублей за упаковку у меня получилось. И доставка. Доставку я оформляла через Авито. Кстати, я первый раз оформляла Авито-доставку, и так дешево вышло. Около 50 рублей. Ну, в общем, не дороже 100 рублей доставка у меня получилась. Я считаю, что это нормально. В целом, можно себе позволить. Потому что я очень-очень давно не заказывала у кого-то вот так с рук. В том плане, что на маркетплейсах только покупала, либо вот в физическом магазине. А вот так, чтобы у девочек, у ребят, которые просто занимаются пряжей, покупают там оптимусы склада, и потом уже тоже перепродают. Давно не покупала. Очень давно. Еще до пандемии я покупала. Девочка Лена была в Нильзеграме. Вот, я у нее заказывала всегда пряжу. Так, что еще? Вот, в общем, я на Ярн Кинг заказала, ВКонтакте написала. Мне сразу же ответили. Я сразу оплатила. А потом оформила Авито-доставку. Через пару дней она мне приехала. Я ее забрала. Мы с Женей ее забрали. Как раз вот вставлю вам кусочек, как мы ходили на почту. До свидания. Ну, покажи мешок-то. О, какой большой. Все, пойдем, ладно. Вот. И я прям так рада. Такая она крутая. Но я не могу. Я не могу. Реально очень крутая. Мне прям понравилось. Она по метражу, смотрите, у нее 100 грамм на 100 метров. То есть она чуть-чуть потолще, чем Dolphin Baby. Я и долфином могу вязать 4,5 крючок, и могу и меньше взять. Больше 4,5 не беру. Вот. А этой прям... И свободно долфином 4,5 вязать. А вот эта мне прям хорошо легла. Я думаю, что... Вот эта я, кстати, вязала 4,5 крючком. Она прям так как-то получилась. Вот ящерок я продаю по 500 рублей. Не засекала, не смотрела, сколько из мотка получается. Просто вот связала. Просто связала. В общем. Ой, убегает. Прикольно. Также обязательно я связала. Конечно же. Ну, конечно же я связала. Из этого цвета кого? Жабу. Чью свою. Легко и просто связала кружочек. Ну, я люблю эту жабу. Ничего с этим поделать не могу. А вот как выглядит моток. Вот как выглядит жаба из этого моточка. Ну, вот она у меня вот такая получилась. В целом рисунок, он ложится ведь рандомно. То есть вы не угадаете, где какие пятнышки лягут, где они потом скроются под определенным столбиком. В общем, она вот такая. На жаб. Буду ли я использовать ее на жаб? Скорее всего, нет. Потому что мне больше нравятся однотонные жабулечки. Однотонные жабулечки. Но как эксперимент, чтобы посмотреть, как она выглядит, я связала. Я вам уже сказала, я буду использовать эту пряжу на ящериц. Прям вот суперкруто ложится рисунок. И мне безумно понравилось. Так, зеленый. Давайте посмотрим следующий. Я же еще несколько цветов купила. Я купила немного. Я купила всего один, два, три, четыре, пять, шесть упаковок. У меня вышло это на шесть тысяч. Тысяча рублей за упаковку. Также я купила еще фиолетовый. Сейчас вам тоже покажу цвет. Фиолет. Достану из упаковки его. Я не сказала номер. Знаете, какой номер? Номер... Ой, а как посмотреть? Вот тут есть 81-161. Наверное, это и есть этот номер. Не знаю. Вот такой. Вот такой зеленый. И дальше вот такой фиолетовый ящик купила. Выглядит потрясающе. В целом камера вроде бы передает цвета у меня, по крайней мере, на экране, такие, какие они есть на самом деле. Фиолетовый это 81-128 вроде бы цвет. Показываю вам, как он выглядит в моточке. Показываю вам из него снова ящерку. Я связала две штучки на пробу. Все, больше не вязала из этой пряжи ничего. Просто, чтобы вам показать. И вот так она выглядит. Потрясающе, да? Просто вообще бомба нереальная. Я не знаю. Это что-то мега крутое. Прикольная пряжа. Я увидела у девушки пост, что она сказала, что завод выпускает пробную партию и будет смотреть на спрос. То есть, если вы хотите попробовать, то можно заказать какую-нибудь упаковочку, попробовать у девушки и посмотреть, нравится вам она или нет. Но вот как ложится. Вот как ложится. В целом прикольно. Мне прям очень-очень нравится. Очень-очень нравится. Вот в моточке пряжа. А вот так она как будто, как будто в фиолетовом либо больше вкраплений, либо так вот просто лег рисунок. Потому что в зеленом... Либо просто на фиолетовом больше выделяется рисунок. Потому что вот в зеленом, в зеленом, мне кажется, что не так прям. Хотя... Ну не, как будто, видите, да, в зеленом как будто чуть меньше, а в фиолетовом все-таки как будто чуть больше. Но может это мне просто так кажется. Какую-нибудь, да, вот так фотку. Вот так. И на превьюшку. Ну-ка, давайте-ка сделаем фото на превьюшку. А я уже фоткалась с пряжей. Может быть, с ящерками сейчас фоткаю? Ой, не знаю, вот так вот. Не знаю, выберу я потом за скринью себе или нет. Какую-нибудь... Ой, фотку на превьюшку. Ну, может, я просто потом отдельно сделаю. И чтобы пряжу было видно. И чтобы меня было видно. Ну, не знаю. В общем, вот. Я связала специально для вас, чтобы вам показать, как выглядит эта пряжа. Поэтому, если вы думаете, заказываете или нет, то закажите и попробуйте. В целом прикольно вообще, класс. Мне очень нравится. Про мастер-класс я вам уже сказала. Если вы вдруг мотали видео, перемотайте обратно. Я там говорю про мастер-класс. Вот. И где его купить, если что. И то, что я вяжу по своему описанию, я вам тоже там все упоминаю. В целом, вообще класс. Вообще, какая крутая-крутая. Так, дальше. Какой еще цвет я заказала? Еще я заказала лавандовый. Я его даже еще не открывала. Сейчас открою и покажу вам. Не открывала, потому что я еще не вязала из него. Я говорю, я связала вот для вас специально лягушечку и две ящерки, чтобы посмотреть, как ложится пряжа. Мне очень понравилось. Хочу теперь навязать ящерок из этой пряжи. И также из Воланспани Бэми тоже. Ящерки. Круто очень смотрится. И также эта пряжа хорошо ляжет на панцире черепашка. Мне кажется, я уже это говорила. Так. Это вот. Вот такой цвет. Вот такой цвет. Номер, номер 81. 105. Номер 105. Вот такой цвет. Очень красивый. Прям очень. Блин, у меня здесь нету... Нет обычного, наверное. А, вот, есть. Покажу вам просто в сравнении с обычным Dolphin Baby. Ну, чтобы вы понимали, да, это просто цвет Dolphin Baby, вот этот вот, который, 305. И все. И дальше вот у него вкрапление. Я вам сейчас покажу поближе ниточку, потому что я изначально подумала, что это, знаете, что это крашеное. Что это вот немножко по секциям просто пятнышки такие прокрашены. Но нет. Здесь введена дополнительная ниточка. И именно поэтому она, что вам сказать, именно поэтому, в общем, она тяжелее. Ну, не тяжелее. Именно поэтому она 100 на 100, а не 100 на 120. Вот, я это имею в виду. То есть она потолще. Она потолще из-за того, что у нее дополнительная ниточка введена и идет как бы на всем протяжении. Так, и еще один цвет тоже вам сейчас сразу покажу. И будем немножко... Расскажу, как мне из нее вязалось. И вот такой. Черный. Тоже очень красивый. Сейчас достану, вам покажу. Опа. Ой, а мягкая это какая? Это, конечно, не тэнди. Так. Вот, черный. Тоже очень круто выглядит. Как будто какую-то напоминает мне уже пряжу. Что-то я где-то уже видела такое. Это номер 1, 1, 1. 111. Три единицы. Класс. Вот. По сравнению с лавандом, чтобы вы посмотрели, да, светлые, темненькие. Очень красиво. Давайте я все цвета, которые заказала, четыре цвета, вам поставлю рядышком. Зеленый, черный, фиолетовый и лавандовый. Вот. Вот такой набор. Я сразу заказала с учетом того, что я буду с него делать ящериц. Все. Еще зеленый стандартный, три упаковки. И вот этот, этот, этот по одной упаковочке на пробу. Вот. Ящерки получаются крутые. Буду вязать. И также черепашек еще навяжу. Так. Теперь давайте я вам покажу, ну, как бы, что она сыпется. Это нормально. Долфин Бэби весь сыпется. Это, ну, как бы, а что делать? Я вам покажу уже из начатого моточка. Ладно? Давайте фиолетовый. Фиолетовый. Такой прям красивый. Не могу. Фиолетовый. И я вам сейчас покажу, что туда введена дополнительная ниточка. И что он немножко сыпется. Ну, как бы, это нормально. Нормально. Так. Также, когда я вязала при вязании, из-за того, что здесь две ниточки, из-за того, что здесь две ниточки при вязании, одна из них у меня убегала, и, соответственно, натяжение нити разное. И из-за этого, из-за этого теперь у меня, видите, начало вот этой тоненькой ниточки вот тут, а плюшевая внизу. Вот она. И сыпется. Ой, 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 сыпется. Это нормально. Вот кончик. Вот кончик. И вот сыпется. Ничего страшного. Долфин Бэби тоже сыпется. Дальше. Так, как вам? Подвинуться к вам. И я немножко просто распутаю. Вот. И к ней введена доп нить. И на этой доп нити вот такие... Вот такие. Есть пестренькие плюшевые плашечки, которые создают эффект 5. Вот, смотрите. Как вам показать? Так, как вам показать? Вот. Вот две нити. Две нити. Две ниточки. Вот. И она просто обвивает. Так. И вот покажу вам, которые оплетены. Вот, видите? Первая ниточка, это вот какая она есть. А здесь я просто вытащила доп нить. И она вот так обволакивает. И создается вот этот эффект. Я думала, что это все-таки прокрашено немножко. Но это вот с дополнительной ниточкой. Но я как бы не догадалась по фото. Поэтому я вам уже сказала, единственное, что вот малюсенький, просто мизерный минус, прям микроскопический вот такой маленький-маленький минус, что убегает. И из-за этого как бы разные, из-за того, что разные натяжения нитей, вот, невозможно. Ну, в общем, может, у вас так не будет, может, это у меня какие-то руки кривые, я просто не знаю. Может, реально у меня руки не с того места растут. Может, у меня из головы растут там, не знаю, с ключей еще. Ой, с ключей. Ну, в общем, не знаю. Вот. И все. Это вот мельчайший-малюсенький минус. А так, одни плюсы. Мягкая. Как вы любите. В целом, как и все любят. То есть, если сравнивать, например, с Тедди, тот же, который я пробовал, новую пряжу, то это, конечно, разные пряжи. Это тот же самый Dolphin Baby. Просто в него вплетена вот эта вот ниточка. Но, кстати, мне показалось, что она как будто более... Вот я на ощупь трогаю. Как будто это более нежное Dolphin Baby. А это как будто вот на ощупь немножко велюровое, что ли. Но вязать никак из велюра, конечно. Из велюра я не могу вязать. В общем, чтобы ощутить, нужно все равно попробовать. В целом, я довольна. Мне очень-очень понравилось. Безумно рада, что заказала. Несмотря на то, что я как бы удалила маркетплейсы и не планировала ничего заказывать, я когда ее увидела, мне когда ее скинули, я говорю, все, мне надо, надо срочно попробовать. Меня ничего не остановило. Я сразу же написала, выбрала цвета. И очень-очень этому рада была, что я их выбрала, потому что мне она очень понравилась. И я из нее повяжу. И потом, может, когда-нибудь в видео покажу вам, что я из нее еще вязала, чтобы вы просто уже посмотрели. А так я сейчас показала вот просто пряжу, и что она прикольная. Поэтому в целом можно пробовать. Почему нет? Я разную пряжу пробую. Какая-то мне нравится, какая-то не нравится. И по моим рекомендациям тоже. Кому-то нравится, кому-то не нравится. И это нормально. Я не могу как бы сказать, что все, все давайте покупайте. Я просто говорю, мне понравилось. Все, а дальше уже люди сами принимают решение покупать или не покупать. Так, все. Это я откладываю и покажу вам сейчас, какие у меня мопсики мои получились с пряжи Тензи. Вот мои два мопсика я вам сейчас покажу. Вот такие они получились. Вот такие они получились из пряжи Тензи. Где вам видно было? Одного. Вот такие получились классные. Мне очень понравилось. Я вязала пряжу эту четыре с половиной крючком. Четыре с половиной крючком. Так, и у меня получилось из пяти моточков, из пяти моточков бежевого и одного коричневого, вроде бы около 30 мопсов. В целом для меня это нормально. Поэтому я очень рада, что заказала, попробовала. И в следующий раз, возможно, тоже ее закажу, когда там закончатся какие-то моточки, из которых я обычно все вяжу. Так, я заказала несколько упаковок. Я просто покажу вам, наверное, цвета, какие я заказала. И в целом все. Возможно, возможно, вы не смотрели мое предыдущее видео, одно из предыдущих, где я показываю, что я заказала вот такую пряжу. Смотрите, у нее милейшая упаковочка, мне еще привлекла упаковка. Я просто ночью лазила по Валберис, увидела пряжу и заказала на пробу. Да, в ней встречаются проплешины немножечко. Я тоже в одном где-то из видео показывала, мне в бежевом прям большой кусок проплешины попался. Но и в других пряжах, в других фирмах, мне в других моточках тоже попадаются проплешины. И это нормально, как бы, а что делать? Так, сейчас я распакую эту упаковку. Даже не знаю. Может показать вам просто цвета и их номера рассказать, чтобы просто вдруг вы тоже захотите заказать какой-нибудь. Так, два розовеньких. Вот этот, этот 98-й. Вот этот, этот 363-й. Красивые цвета, мне нравятся. Вот этот больше розовый, прям нежный-нежный розовый. А это больше такой персиково-розовый для меня. Для меня он больше персиково-розовый. А на вот этом написано розово-сиреневый. О, да, в целом я согласна. А на этом написано нежно-розовый. Ну, кому как. Кому как. Вот в сравнении дальше еще есть розовый нектар. Вот этот цвет. Это розовый нектар 352. Кстати, моточки, ой, вот эти прям розовые, они намного приятнее, нежели я заказывала, когда бежевый и коричневый. Ой, какие-то они прям нежненькие даже, я бы сказала. Ну, в общем, прикольные. Вот такие цвета. И упаковочка такая миленькая. И в отзывах вот к этой пряже там написано у некоторых, такие маленькие моточки пришли по 50 грамм. Я в шоке. Я в шоке, что люди не читают описание. Товару как бы по цене сразу, когда ты видишь 500 рублей за упаковку, должны возникнуть вопросы, что наверняка моточки-то маленькие. Я когда заказывала, я знала, что они маленькие, потому что в описании написано, не может стоить 500 рублей упаковка нормальной пряжи, где 100 грамм, например, Гималайдов и Бэби. Она 600 рублей за упаковку уже давно стоила, столько уже, ну, нет оптовых цен таких давно. В общем, вот такие крутые, крутые цвета. Дальше, что еще было здесь? Здесь еще здесь был вот такой коричневый. Это как раз тот самый, так, шоколадный 26, который я использовала мопсиком на щечки и на ушки. И здесь же еще в этой упаковочке мне попался светло-сиреневый 178. Вот такие, вот такой цвет. И давайте дальше тоже следующее покажу вам. Когда я покупала, когда я заказывала, и когда там еще не было отзывов, когда никто еще не попробовал особо, ну, может, кто-то попробовал, я не видела как бы никаких отзывов на эту пряжу. Там были вот пять наборчиков, и какие были, или три набора. В общем, я такие заказала. Сейчас я посмотрела на сайте, когда заходишь, с компьютера же тоже можно зайти. Я на сайте посмотрела, просто взяла пряжу Тэдди, и там уже появились в наборчиках другие немножко цвета. Вот. То есть я думала изначально, что это вся палитра. Оказывается, это не вся палитра. Здесь у меня даже много повторных. Не знаю, зачем мне много повторных. Я хотела каждую по одному моточку. Придется потом когда-нибудь дозаказывать. Так. Дальше вот в следующей упаковочке у меня такие серо-голубенькие цвета. Вот. Вот это очень красивый васильковый цвет такой. Он называется у них темно-голубой 15. Вот это небесно-голубой 183. Ну, в целом, да. Вот это для меня василек. Прям цвет очень красивый. Цвет василька, колокольчика. Симпатичный. Мне прям нравится. На ощупь, на ощупь. Ну, я уже говорю, повторяюсь. На ощупь для меня она приятная. Она не нежная, такая бархатная, как вот обычная плюшка. Она плотная такая. Для меня приятная. На ощупь. Тактильно. Вот еще тут цвет синий. Тоже, мне кажется, какой-то василек прям. Но он прям такой прям синий, прям красивый. Номер 26. Ой, здесь название так и написано. Василек. Класс. Мне прям очень нравится. Очень, очень крутой цвет. Прям очень. Дальше. Дальше здесь у меня в этой упаковке еще раз попался лавандовый. Светло-сиреневый, 178. Я вам уже показывала. Так. И здесь вот такой еще джинсовый. Ну, прям джинсовый. 256. В целом, джинсовый, джинсовый. Ну да, красивый. Ну, если что-то вязать. Не знаю, правда, что из него вязать. Красивый. Так. Дальше. У меня тут. У меня тут упало. Здравствуйте. Я вернулась. Так. Вот такой наборчик. Здесь есть повторные. Вот эти они повторные, которые я вам только что показывала. Так. Вот такие здесь есть два цвета. Мята 411 и светло-бирюзовый 164. Они мне, эти два цвета, напоминают два цвета Вилюта. У Вилюта есть точно такие же, прям два цвета. И прям напомнили мне они эти два цвета. Я люблю Вилюта. Часто из нее вяжу. Мне она тоже очень-очень нравится. В целом, у меня уже много пряжи. Разные, которые я пробовала, которые мне нравятся. Но еще так же много, которые я не пробовала пряжи. Потому что, например, Банни Твит давно вышел. Девчонки уже давно из него вяжут. Это я только вот недавно, месяц назад попробовала. Белый. Просто белый 0,1. Это вообще по стандарту обычный белый моточек. Так, дальше тут вот яркий моточек. Открываю. И здесь зеленый. Тут написано лайм, но для меня это все-таки светло-светло-оливковый. И фисташка, фисташковый. 117, 109. Вот из этого я вязала жабулечек. Я заказывала прям целую упаковку, 5 штук, из такого цвета. И у меня вроде вышло из каждого, из одного мотка 4 жабки. Моих. 4 жабки у меня вышло из одного моточка. Вроде бы я вас не обманываю. Вроде 4. Где-то в предыдущих видео можно, если что, посмотреть. Я там говорю. Вот цвета в целом прикольные, мне они нравятся. Красивые. Я так рада, такие классные моточки. Так, дальше. Тут еще есть вот такой розовый нектар 352. Но мне кажется, я вам уже такой показывала в предыдущем где-то наборчике. Да, он уже был, поэтому давайте его отложим. И здесь еще есть красный. Просто красный. 0,6. И просто оранжевый 3,3,6. Ой, какие красивые. Ой, красный прям под мой кофтус. Под мой стул. Красиво. Вот такие цвета. Красивые. Мне нравятся. Симпатичные цвета. Так, и еще тут вот последняя упаковочка. В ней даже серенькие есть. Так, голубой вроде бы я вам тоже уже в каком-то наборе показывала. Вот 0,6. 0,6. Так, еще тут вот такие серые. Красивые цвета. Хорошая палитра, богатая. Темно-серый 87-й и светлая сталь 646-й. Вот такие моточки. Такие вот цвета. Красивые. Не знаю, кто говорит, что она жесткая, какая-то грубая. Но для меня нет. Не знаю. Но я видела много еще отзывов, что кому понравилась эта пряжа. То есть, видите, все равно, кому-то и Dolphin Baby до сих пор не нравится. В целом, я не скажу, что мне нравится Dolphin Baby, но я могу из него повязать. Я могу сказать, что мне точно не нравится, например, Yarnard Dolce Baby. Вообще, самая ужасная плюшевая пряжа. Просто я не знаю, как бы я сейчас из нее вязала уже на опыте с плюшевой пряжей. Но это была моя первая плюшевая пряжа. И, ну, можно было выбросить и пряжу, и игрушку. Вообще не распускается. Даже один столбик нельзя распустить. Черный 0.1, ой, 0.2 и белый 0.1. В целом, а вот эту пряжу как раз тоже можно, как и велюта, использовать для тех, кто вообще не умеет вязать. Только делает свои первые попытки. Потому что распускать можно и нужно. В целом, хорошо поддается распусканию. И за это тоже вообще прям 10 с плюсом из 5. Вот. Все. Тедди закончилась. Вот такие моточки я вам показала. Еще вот такой наборчик я вам не показала. Но я уже сейчас сижу, монтирую видео и увидела, что упаковка упала. И что я не заметила. Вот такие здесь цвета были. Вот молочный, телесный, такой вот бежевый и капучино. И сейчас покажу вам, покажу вам черепашек. Черепашек из Воланс Бани Твит. Так, у меня здесь 10 черепашек, потому что я заказывала 10 цветов. И из-за того, что я заказывала как бы 10 цветов, я не знаю, она у меня там где-то лежит. Не могу вам доставать моточки. Буду вам показывать просто черепашек. Допустим, например, может быть вот так я вам буду показывать. А потом на монтаже я подпишу какой-то номер Бани Твит. Да. Главное, чтобы я сама не запуталась. Я буду откладывать, потому что здесь есть похожие. Вот эти похожие 5 цветов розовеньких. Я вам буду, наверное, даже по две. Ой, у меня одна черепашка убежала. Ой, вторая убежала. Ай, блин. И все падает. Так, я, наверное, сейчас чуть-чуть поближе к вам пододвинуться. И буду на две, по две показывать. Так, сначала я вам покажу вид сбоку. Вот такие маленькие черепашечки, ничего не пришиваются. Смысл не в описании. Я сейчас нарекламирую свое описание. Я вам показываю просто, вот, цвета. Два цвета. И очень красиво, когда панциречек, и он уже украшен. Можно в целом прикольно даже так подавать. Вот, на монтаже я подпишу эти два цвета. Эти два цвета я подпишу. Смотрится очень красиво. Вот еще поближе. Максимально близко. Вот такие там вкрапливые. Так. И я откладываю в том порядке, чтобы мне потом найти цвета, чтобы правильно я вам указала. А то вдруг неправильно еще укажу. Так, дальше. Розовенькие тоже такие еще. Еще розовенькие. Вот такие два панциречка. Вот такие два панциречка. Вот этот прям бомба цвет. На видео, на видео в целом, да, они разные. Вот этот, это розовый, а это серый. Серый с вкраплениями. Ну, это я так вижу. Может, кто-то видит другой цвет. Вот такие. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Прям максимально близко. Ой. Фух. Да и куда же ты? Ну все, елки-палки. Вот. В общем, вот такие два цвета. Это я на видео тоже подписала или сейчас подпишу, что это за номера цветов. Да куда же вы убегаете? У меня видео долго слишком идет. Нужно уже заканчивать, а вы убегаете. Так, дальше. Дальше. Вот темненькие вот такие два цвета красивые. Бау. Такие два цвета красивые. Это черный, черный с рыжими вкраплениями и темно-синий с рыжими вкраплениями. Вот подальше цвета смотрятся и вот поближе вот так цвета смотрятся. Такие, мне кажется, вообще класс. Очень красивые. Причем на черепашек вот разных-разных размеров, мне кажется, будет очень красиво. Так, дальше еще мне вот такие цвета там достались. Если бы в тот момент, когда я заказывала, там было бы большее разнообразие цветов, возможно, я бы заказала еще цвета какие-то. Ну, это все, что я тогда заказала. Так, это мятный такой с оранжевыми вкраплениями и оранжевый с оранжевыми вкраплениями. Вот такие цвета. Подальше как смотрится и поближе как смотрится. Так, и еще два цвета. Сейчас я вам покажу. Это такой, ну, в общем, это два синих. Кому-то это будет синий-голубой. Это голубой с розовыми, ярко-розовыми такими кислотными вкраплениями. А это василек такой джинсовый с оранжевыми вкраплениями. Вот такие-то цвета. В целом, мне кажется, вообще прикольно. Вот, хотела вам просто показать, как смотрится эта пряжа не просто в моточке, а вот в маленьком изделии, допустим. Мне кажется, очень красиво. Я не знаю, на что еще ее можно использовать. Ну, на ящери, которых я вам до этого тоже показывала на видео. И вот на черепашек, мне кажется, на панцире очень красиво смотрится. Мне прям очень-очень нравится. Так, и в целом, в целом это все, это все, что я хотела вам показать. Да, все. Сейчас я возьму моточки, которые я в начале видео держала и трогала, потому что они прикольные, приятные, мягкие. И так, прям мякиш-мякиш. Так, напоминаю вам про розыгрыш, в который я приглашала вас в начале видео. Вы можете принять участие. Если у вас есть ВКонтакте страничка, вы можете зайти на мою группу, в мою группу ВКонтакте. Там сейчас закреплен пост, закреплен пост верхний. Вот, и приглашаю вас принять участие в розыгрыше. Также можно получить в подарок мастер-класс от меня, либо же в подарок получить мастер-класс от Антонины Наймановой. Я думаю, что вы по ее мастер-классам тоже многие вязали. Вот, если даже не вязали, то, может быть, видели ее мастер-классы. Она также участвует в ярмарках, продает свои игрушки и делает тоже простые описания, по которым у нее покупают. Так же, как и я. Я вяжу своих малышей, вот, которых у меня покупают. У всех опыт может быть разный. И даже по моим мастер-классам, которые, например, у меня разлетаются, у кого-то, может быть, и не покупают. Кстати, хочу вам еще сказать. Мне вчера, в общем, мне написала девушка, она живет в Анапе. Она написала, Настя, сейчас, говорит, проходили, сегодня проходили девушки на меня. И я, говорит, слышу их разговор, смотри, жабы как в Коломне. И она, говорит, мне так приятно стало. Вот, и она поняла, ну, как бы, что девушки, видимо, были в Коломне, видели моих жаб. И как приятно, что их там узнали. Я прям даже в шоке, не знаю. Интересно, кто это был. Прикольно. Ну, покупатели это были мои или просто те, кто видели жаб, но не купили. Ну, не знаю. Но часто, кто приезжает вот к нам в Коломну, покупают повторно или третий раз и говорят, ой, мы очень любим ваши игрушки. В общем, я приглашаю вас поучаствовать в розыгрыше. Подробная информация была вот в начале видео. И также в посте к розыгрышу тоже есть условия максимально простые. Просто подписаться на меня и на Антонину, на наши группы. Вот, так вы нас будете поддерживать. И выполнить два маленьких условия еще. Это сделать репост моей записи к себе. И если хотите от Антонины подарок, я думаю, точно хотите ее репост, ее запись тоже репостить к себе. В общем, читайте условия, будьте внимательны и приглашаю вас поучаствовать. Не расстраивайтесь те, у кого нет ВКонтакте. Я от себя проведу розыгрыш еще в мае. Я вам уже говорила, у меня 27 мая с днём рождения. Мне будет 27 лет. Такое ощущение, что мне 17. Ну, никак не 27. Обалдеть просто. Вот. И я там буду проводить тоже розыгрыш своих мастер-классов. И также будут скидки на мастер-классы. Будет возможность приобрести со скидкой те, кто, к примеру, хотел, но не успел там на предзаказ и пожабился там. Потом уже за полную стоимость купить. Это нормально, ну, как бы это естественно. И можно будет приобрести со скидочкой вот в конце мая. Я тоже обязательно расскажу и на YouTube постараюсь не забыть об этом. В Telegram, ВКонтакте везде расскажу про скидки, про свой розыгрыш. Поэтому, в общем, спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите, пожалуйста, мне очень важно. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Даже если оно вам не понравилось, напишите, что оно вам не понравилось в комментариях. Напишите, Настя, мне не понравилось видео, но я досмотрела. Мне все равно будет приятно, потому что, когда есть комментарии, YouTube думает, что ролик интересный. YouTube как бы немножко продвигает. И у меня сейчас все равно рост замедлился, потому что, ну, вот как-то так. Потому что старый аккаунт очень тяжело раскочегарить. И чтобы он выдавал где-то в рекомендациях кому-то мои видео. Потому что мне иногда вот сейчас пишут. Настя, я до этого не видела твой канал. Я пересмотрела все видео за один раз. В захлеб. Спасибо большое. Это такая там лучезарная, энергичная, улыбающаяся, позитивная. Там веселишься, я вдохновляюсь твоими видео. Спасибо большое. Снимай почаще. Я на тебя подписалась. Вот. И также, если вдруг вы смотрите без подписки. Не знаю, почему вы смотрите без подписки. Подпишитесь, пожалуйста. Потому что YouTube тогда поймет, что вы подписались и будет вам в рекомендациях выдавать мои же видео, чтобы их не пропускать. Потому что иногда тоже какие-то скидки там выходят, а человек видит это видео уже там задолго после этих скидок. И мне несколько раз писали, Настя, вот я не успел на скидки. У меня как бы правила всегда одинаковые. Исключения я не делаю. Поэтому нужно успевать следить за всей информацией. Также я могу где-то забывать что-то упомянуть, потому что у меня есть три соцсети, которые я активно веду. Это вот YouTube. Я стараюсь сюда снимать сейчас видео. Также у меня Telegram. Он более такой, знаешь, личный в том плане, что, например, ВКонтакте я могу что-то такое не выкладывать, что могу выложить в Telegram. Поэтому информация на всех этих трех площадках может быть разной, в разное время поступать. Поэтому если вы подписаны на все три площадки, то вам повезло, вы ничего не пропустите. Вот. Поэтому спасибо вам большое за просмотр. И от всего сердца хочу вам пожелать никогда не сдаваться и гореть своим делом. Вот я сейчас сижу, я настолько радостная, я так сильно улыбаюсь. Вы знаете, вы можете сейчас это заметить, я смотрю сама на себя в камеру, и я вижу свои горячие глаза, я прям не могу. Мне безумно нравится то, что я делаю. Мне безумно нравится снимать видео. Да, я это делаю, ну, как бы, по-сельскохозки, как умею, потихоньку что-то пытаюсь где-то новое посмотреть, изучить, спросить, как это делать или еще что-то. Ну, извините, мне не 17, мне уже 27, я уже как бы не нахожусь в пике вот этих вот всех всяких штучек, дрючек, поэтому я могу что-то не знать. В общем, еще я хочу вам пожелать быть самим собой, просто будьте собой. А если вам вдруг хочется тоже снимать видео на YouTube, но вас что-то останавливает, я хочу вас спросить, что вас останавливает? Почему вы не снимаете? Нужно же просто начать, и все, просто начать. Я когда, я вам уже где-то, может, в каких-то видео рассказывала, я тоже не снимала сториз в Инстеграме на тот момент, и вот такой у нас был челлендж снимать сториз с девушкой Эвелиной из Казани. И благодаря ей я потом как бы тоже завела YouTube-канал, чему я безумно-безумно рада. Да, я снимала видео мастер-классы и там рассказывала, как у меня дела. Ну, то есть такой сумбур был, потому что я не знала, как это делать. Я просто по наитию, по интуиции что-то делала, что-то снимала. Но самое главное, я что-то делала. Поэтому я желаю вам всегда что-то делать. И причем не просто что-то делать, а вдумайтесь в эти слова. Всегда что-то делать. Например, если вы думаете, вот, я там сейчас научусь снимать видео, и тогда буду снимать. Нет, это не так работает. Нужно снимать видео, и тогда вы научитесь снимать видео. А не сначала научиться снимать видео, а потом снимать видео. Просто начните, просто делайте. Да, медленно, да, потихоньку, да, там коряво, да, криво, да, там звук плохой. Да, там картинка плохая, еще что-то. Я снимаю на телефон. Да, у меня как бы не самый плохой телефон. У него хорошая камера. Я сейчас снимаю все полностью видео на фронтальную камеру. Надеюсь, будет нормально. Вот, но у меня нет профессиональной камеры, у меня нет звука. До этого, вот, до момента покупки, точнее, подарка мне микрофона, я снимала, и у меня звук писался на мой обычный, ну, на звук, в общем, на микрофон телефона, на динамик телефона. И я немножко в редакторе просто вытягивала звук, чтобы он побольше, послушнее было. Вот, но тоже, в общем, потихоньку, потихоньку я вот тоже сижу, как бы вот, фон такой, я такая, звук такой, камера такая, качество такое. Говорю, ну, что могу, что вот из головы идет, то и говорю. В общем, опять ушла куда-то не туда, рассказывала вообще про пряжу. Ну, в общем, видео должно было быть, должно быть длинным. Я надеюсь, вы успели и повязать, и посмотреть видео, и надеюсь, что успеете написать комментарии. Вам не будет жалко 30 секунд своего времени, чтобы сделать мне приятное, чтобы меня порадовать, и чтобы YouTube понимал, что я все-таки кому-то нужна на этом YouTube, и кто-то смотрит мои видео, и можно кому-то еще их порекомендовать, вдруг они еще кому-то понравятся. Вот, и мне будет безумно приятно, потому что, когда ты все-таки человек, который ведет соцсети, тебе хочется, чтобы тебя большее количество народу замечало, но не чтоб прям вот очень много, потому что когда очень огромное количество зрителей, подписчиков, читателей, это тоже безумно тяжело. Мне на данном этапе это уже очень тяжело вывозить все это, вот, а когда их очень много, тоже тяжело вывозить. Поэтому, в общем, я буду рада, если напишите какой-то комментарий. В общем, спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока, увидимся с вами в новых видео. Вот, все. Пока-пока. Я устала. Снимала больше часа, и сейчас еще буду монтировать часов пять. У меня сегодня среда, а видео должно у меня выйти завтра в четверг, чтобы вы успели поучаствовать в розыгрыше. Еще у меня, помимо этого всего, очень-очень-очень загруженность сейчас большая. У меня прям, в общем, я сейчас не могу вам об этом говорить, но потом, попозже, я вам обязательно все расскажу. И вы тоже за меня порадуетесь. И скажете, Настя, как же ты все успевала. В общем, потом, попозже, в новых видео, вам тоже кое-что расскажу. Надеюсь, вам понравится эта новость. Так, ладно, все, пора идти. Пора идти, пора идти, пора идти, пора идти. Так, я надеюсь, микрофон работал на протяжении всего видео. Виде-о-видео. У меня тут, видите, бардак. Кто смотрит? Кто смотрит в конце? Напишите, пожалуйста, если вы до сих пор смотрите, напишите, пожалуйста, что Настя, я смотрю до конца. До талого, так сказать. Ой, я так люблю этот свой уголочек, он мне так нравится. Я прям вообще без ума. Ну, я его захламила, конечно. Но мне все равно, он очень-очень нравится. Ладно. Все, пойду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok